Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, воскресный день, и Святая Церковь предлагает нашему вниманию повествование об исцелении Спасителем бесноватого отрока. Когда Спаситель преобразился на горе Фаворстии и показал славу Своего Божества, апостолы в трепете, в радости созерцали эту дивную славу, и когда они возвращались с горы Фавор, Спасителя встретили внизу, под горой, много людей. Лицо Спасителя еще сияло тем дивным, божественным блеском, сиянием. И люди кланили Спасителю, и подошел к Спасителю один отец. Он встал на колени перед Спасителем, уклонился Ему и говорит Учителю, исцели Сына Моего. Он в Новолунии беснуется и жестоко страдает, ибо часто бросается то в огонь, то в воду. Я приводил Его к Твоим ученикам, но они не могли Его исцелить. Спаситель говорит этому человеку, О роде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. И когда привели отрока, Господь запретил нечистому духу, он вышел из отрока, и отрок исцелел тот час. Апостолы, когда остались наедине с Спасителем, спросили, Господи, а почему мы не могли знать демона? Господь говорит им, по неверствию вашему, если бы вы имели веру в зерно горчичное, и сказал бы этой горе, перейди отсюда туда, будет, и все, чего не попросит человек, который имеет веру в горчичное зерно, будет ему. А этот род, то есть демоны, изгоняется только молитвой и постом. Такая история, священная история, сегодня воспоминается Святой Православной Церковью. В этом повествовании для нас есть очень много назидательных уроков. Во-первых, этот юноша был лунатиком. Он страдал во время луны, полноты, когда полнолунии, на него нападал бес, и он жестоко страдал. Святые отцы говорят, что луна тут ни при чем, что бесы любят себя всегда прятать. Если бы человек увидел демона, какой он есть, то он бы бежал от него, ну сломя голову. Но бес всегда прячется, и всегда старается показать себя хорошим, и лицо свое не показывает. И бесы прячутся за луну. И, конечно, человек является творением Божиим, и он находится в гармонии со всем миром, со всем творением, видимым, невидимым. И какая-то взаимосвязь есть человека с землей, человека с солнцем, с луной, с звездами, друг с другом. И демоны стараются вот эту связь, связью прикрыть себя, чтобы человек не знал, кто его мучает. А на самом деле бесы приступают к человеку только по Божьему ему позволению. И настолько, сколько человек может вытерпеть. Господь дает сначала силу человеку, а потом попускает ему это испытание. Оно тяжелое, но очень мучительное испытание. Но бывает такое, что бесы к нам приступают. И более точно сказать, мы часто к бесам идем, сами открываем себя и идем к ним. Демоны подобны зверю, который привязан на цепи. и он не может, он может лаять на тебя, там, горчать, но он не может ничего сделать, если Бог эту цепь не развяжет ему. И часто мы сами идем к нему, и он нас кусает, потому что мы сами к нему приближаемся. И Бог попускает на это для того, чтобы мы увидели, насколько вреден, насколько противный противный и зложелательный демон для человека. Поэтому такой причины, как полнолуние, для беснования нет. Просто демоны прячутся под этим природным явлением. И человек должен сам от себя отгонять беса или сам уходить от беса. И это делается с помощью молитвы и поста. Другого нет. Пост и молитва, они отрезляют человека, укрепляют человека, то есть делают человека вместилищем в благодати Святого Духа. А благодать Святого Духа дает человеку силу и возможность победить и прогнать из себя дьявола. Поэтому церковь, призывая людей к молитве и к посту, это не делает, потому что церкви это нужно. Церкви Богу ничего не нужно от нас. Ни нашей молитвы, ни нашего поста. Наша молитва, наш пост нужен нам самим. С помощью молитвы и поста человек себя очищает от всякой скверной плоти Духа и делает себя недоступным для дьявола. В этой, в этой евангельской истории еще говорится о вере. Господь упрекнул апостолу за то, что он не имеет веры. Они маловерные. Апостолы ходили за Спасителем, как за Мессией. Они веровали, что это Мессия, что это Сын Божий, что это посланник неба, который пришел на землю спасти человеческий род. но есть два рода веры. есть вера ума и вера сердца. Вера ума рождается от того, что мы что-то увидели, что-то услышали, что-то прочитали. А вера сердца рождается от того, что мы исполняем божественные заповеди. От исполнения божественного закона рождается вера сердца. И когда говорит Господь, что если вы будете иметь веру в зерно горчичное, то Господь здесь говорит о вере сердечной, не о вере ума. Веру ума имеют даже демоны. Они верят, знают, что Бог есть, но делают противно и Богу. А когда человек делает то, что Бог повелевает ему творить, он любит ближнего, терпит ближнего, он постится, молится, он делает добрые дела, он старается не осуждать никого, он смиряется перед ближними и перед Богом. Тот человек такой начинает опытно познавать Бога. Вот это опытное познание Бога называется верой сердца. И когда человек имеет веру в сердце, то эта вера имеет силу совершать великие дивные чудеса. Можно в горе сказать, перейдет оттуда сюда, она перейдет. Но единственное, что нам кажется, мы этой веры не имеем, нам кажется, что если бы я имел веру, я бы сейчас переставил в Киеве все, значит, с места на место, и горы бы переставлял, и моря бы поменял местами. Это просто наша глупость. Человек, который имеет веру в сердце, он никогда глупого просить у Бога не будет. Вот если нужно будет переставить гору, действительно нужно это для славы Божьей, для пользы человека, то Господь это сделает. Но для того, чтобы потешиться своей силой, такого Господь не любит, и Господь такие прошения не исполняет. Но те люди, которые достигают меры, такой веры, что могут горе представлять, они никогда неправильного, неразумного у Бога не будут просить. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы жили в молитве и посте. Этот подвиг должен совершаться постоянно. Да, есть времена, когда этот пост усиливается, есть времена, когда молитва усиливается, но во все времена, даже когда нет постов, когда усиленно человек постится и молится, мы должны все равно маленькое воздержание соблюдать и следить за собой. И все должно прекращать мера. Разумная мера у человека должна быть по отношению к одежде, по отношению к пище, по отношению к питью, по отношению ко всему, что он делает и с чем он обладает, у него должна быть мера. И эту меру нужно просить у Бога узнавать, Господи, какая моя мера. Те люди, которые живут духовно, которые исполняют заповеди Божьи, постепенно узнают свою меру. Он узнает, что ему, для того, чтобы наесть, достаточно там условно тарелку первого блюда и второе, и все, и он уже полный. А другому этого мало, другому надо две порции, первую, две порции второго. Третьему надо половину первого, половину второго. То все, человек, каждый человек, это индивидуум. Вот эту меру своих возможных потребностей человек узнает, когда начинает жить духовно. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы разумно постились, разумно молились, чтобы мы старались жить божественным законом. И у нас будет образовываться та вера сердца, которая будет делать дивные чудеса, которые самое дивное чудо, которое Господь творит человеку, имеющему веру в сердце, это есть дар спасения. Такой человек после перехода из земной жизни в вечность идет в Царство Небесное, в рай, который Господь вернул человеку через свои страдания и воскресения. И человек становится причастником вечного блаженства и вечной жизни в Царстве Христа, которому от нас слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь. Чтобы всегда быть в курсе подій церковного життя, подписывайтесь на канал Украинской Православной Церкви в YouTube и натискайте на дзвіночок, чтобы первыми узнать о выходе новых видео.